Объявление, которое к следующему, до свидания, семинару относится. Да, небольшое объявление. Следующий семинар, следующую пятницу, будет не в этом зале, а в зале в НОЦе, в Большом зале. Потому что после семинара, сразу после, в 14.30, мы будем устраивать такое небольшое чествование Григория Моисеевича Жислина, которому завтра исполняется 80 лет. Вот, соответственно, все присутствующие приглашаются туда, и будет очень мило, если кто-то из вас выступит. Не кто-то, в смысле, можно много кто выступит, и хорошего скажут. Зачем ругают? Нет, хорошего скажут. Кстати, в четверг университете будет лекция по этому поводу. И еще в НЕРФИ, в какой-то день, по-моему, в понедельник будет какое-то мероприятие. В четверг от первого аудитории. Отлично. А мы, значит, на ФШОКе будем проводить это вот в пятницу по 14.30. Так что вот вы все приглашаете. Спасибо. И еще и в момент на всякий случай. Тот факт, что сегодня здесь нет Кочаровского, а есть я, не означает, что Кочаровский решил вас бросить. И он просто сегодня отсутствует и просил меня вместо него придать какую-то официальность данного мероприятия. Ну, он обещал, что Ким. Я не знаю, кому и что он обещал. Со мной он договаривался отдельно, только по моему поводу. Про Кима. Мне еще Степанову звонил, что его тоже просили. То есть он сделал много забросов по поводу того, кто его заменит. Но вот Кима, ни Степанова здесь не видать. Это пришло только представитель призыва. Так что сегодня, насколько я понимаю, планируемая тематика существенно менее экзотическая, чем то, что я здесь слышал до того. Ну и она состоит, вроде бы планировалось, что она будет состоять из двух частей. Одна часть относится к некоторым теоретическим построениям, то, что называется пандерматорная сила. Это основа некоторой, фундамент. Речь идет не о конкретных экспериментах, хотя проявлений для этой силы много где есть. И не только в космосе, и не только в плазме лабораторной, но даже в том числе и в твердом теле. Ну а вторая часть относится к плазменной филаменте. Это опять-таки больше связано с лабораторным экспериментом, а не с какими-то глобальными астрофизическими объектами. Давайте. Так, добрый день. Я расскажу вам о пандерматорных силах, некоторые общие теоретические аспекты, а также два их приложения к вопросам описания глитосферы Земли. Так, ну, доклад основан вот на этом обзоре, который называется «Пандерматорные силы в космосе» российского и шведского ученых из журнала Space Science Reviews за 2006 год. А первая и чуть ли не единственная вещь, которую нужно понимать, когда говорят о пандерматорных силах, заключается в том, что они не имеют какой-то своей специальной природы, это всего лишь усредненные силы, например, сила Лоренса или там сила трения, например. А усреднение проводится по времени с целью украшения описания явлений и эффектов, которые происходят на временах много больших времен этого усреднения. Значит, первая сила, о которой я хотел бы рассказать, называется сила Абрагама, ну или, может быть, Кабрагама. Ну ладно, значит, формула в рамочке... Формула в рамочке является общим выражением, я его взял на бандал в левшице. Значит, Е и Аш, вот в верхней формуле, это вектор и поле полные, то есть это не амплитуды. Ну и вы можете видеть, что она отсутствует в случае, например, вакуума или в случае стационарных полей постоянных. Однако она отличается от нуля уже даже в случае монохоматической волны. Далее будут рассмотрены альвиновские волны, поэтому я привел также выражение для сила Абрагама, которое обусловлено распространением альвиновской волны в среде. И знак этого выражения зависит от того, в какую сторону по отношению к магнитному полю распространяется альвиновская волна. Значит, сила направлена вдоль магнитного поля и распространения этой волны. На картинке справа вы видите поясняющий рисунок, но фактически я только что все это сказал. Далее, следующая сила, которая, пожалуй, лучше всего известна среди пандермоторных, это так называемая сила Миллера. Или она же сила Капона Миллера. Формула в рамочке – это классическое выражение из их статьи, которая дана там в этой ссылке. В этой формуле фактически произведено пренебрежение циклатронным вращением частицы. Однако при рассмотрении, например, альвиновских волн, у которых частота много меньше циклатронной, много меньше циклатронной, или вообще при рассмотрении ионциклатронных волн, необходимо учитывать циклатронные вращения. И поэтому в формулу для сила Миллера у нас также входит гератронная частота. Вот здесь E квадрат – это имеет в виду амплитуду или… Это имеет в виду амплитуду. А почему нету знаменателя омега плюс омега? Что Вы говорите? Знаменатель, почему нету слагаемого омега плюс омега? Если когда магнитное поле пишет, что получается, то там есть еще выше циклатронные вклады с плюсом и с минимумом, выше циклатронные и ниже циклатронные. У меня приоритет сейчас? Да, я полагаю, что тут причин может быть две. Либо там рассмотрели какой-то специфический диапазон. Как специфический? А в общем виде? Это не в общем виде, это для амплитудных полных. А, здесь специфический? Да, да. То, что не в рамочке, это в специфическом виде. У них приоритетская поля такая? Может быть. Значит, и вот тут важно отметить, что формула для силы Миллера, которая в классическом виде записана в рамочке, она подразумевает всегда выталкивание из сильного поля, из области сильного поля, и волос слабого поля. Однако, если заучесть гирочастоту, как это сделано ниже, то видно, что, вообще говоря, может быть и втягивание волосильного поля, и в частности, для оленовских волн возможно именно втягивание, потому что частота оленовских волн меньше пилочасоты. Так, ну, еще, пожалуй, нужно отметить, что хоть сила у оленца линейна, как по полю Е, так и по полю H, все панермоторные силы, вообще говоря, квадратичны по полям. И, с одной стороны, это, конечно, усложнение описания, но, с другой стороны, вследствие упрощения в плане усреднения очень часто оказывается удобно работать именно с такими силами. Так, ну, пояснительная картинка справа относится вот к случаю оленовских волн. Следующая сила, это сила Лондина Хульткриста, которую также можно перевести с английского как магнитно-моментный насос. Эта сила очень напоминает среднюю силу, которая действует в конфигурации магнитная бутылка. Она возвращает частицу из области более сильного магнитного поля и будет более слабое магнитное поле. Однако, в применении вот к вопросам магнитосферы Земли необходимо рассматривать не просто внешнее магнитное поле, а плазму магнитоактивную, в которой распространяется, например, альбентская волна. То есть магнитное поле есть также у волны, и также имеется сцелитурное электрическое поле у волны. Оказывается, что в этом случае при определенных соотношениях между частотами задачи картина качественно будет такая же, как и в случае магнитной бутылки, но с той лишь разницей, что, например, в случае народного магнитного поля траектория в проекции на поперечную плоскость будет являться не окружностью, а эллипсон с эксцентриситетом близким к единице. Значит, эта сила МП в данном случае направлена также в область более слабого магнитного поля. То есть в каком-то смысле ее можно считать силой как в магнитной бутылке. Женя, можно вопрос? Смотри, в магнитной бутылке у нас такая штука есть, как конус потерь, то есть все, задействующая на частицу, зависит от того, с какими она там углами влетает. Вот здесь это где-нибудь фигурирует? Так, честно говоря... Или это... Здесь фигурирует... ...по всем сортам частиц проведено в какой-нибудь... Здесь фигурирует на самом деле только вынужденное движение, поэтому продольной скорости у частиц вообще нет, если не считать ту, которая будет вызвана по драматурной силе. И поэтому она не может... Принувидительно вращаем в тех полях, которые есть, а на нее здесь не будет. Мы рассматриваем собственное движение, часть сети свободной, без волны, просто тепловое движение. То там есть и продольные компоненты скорости, поэтому те, у которых только продольные, они вылетят. А здесь продольные, собственно, нет, только осцилляторные, которые поперек магнитного поля. Женя, а тут частоты тоже никакой нет выражения? На самом деле, B это Омега-H квадрат, так же, как было на предыдущем листе. B квадрат-знаменатель от Омега-H квадрата. То есть есть соотношение парализации, которое связывает Е и В, и там можно записать частоту. Далее. Еще одна сила. Называется сила Барлоу, может быть, Барлоу. Она обусловлена столкновениями, буквально числителем столкновения. Она, может быть, важна, например, в вопросах, когда сильные потери, столкновения, как и сна. Она также квадратична по полю, и для случаев леновских волн выражение здесь приведено. Она также действует вдоль направления распространения волны, но вдоль или против, в зависимости от того, какой угол между направлением распространения волны и магнитным полем. Эта сила имеет место даже в случае монохроматической волны, что, в общем, несколько неочевидно, пожалуй. Сам Барлоу, как я знаю, в своей статье 58-го года получал некое общее выражение для этой силы, однако авторы этого обзора работали с магнитосферой, поэтому им было надо обобщить это выражение. Ну, не обобщить это выражение, а привести его к виду для альфина-скеплоу. Далее. Есть еще один эффект, который называется дрейф Болотовского-Серова. Вообще говоря, здесь нужно в первую очередь посмотреть на вот эту линейскату. Это траектория, плоская траектория частицы, которая движется в поле монохроматической волны. При некоторых определенных... Вы скажете здесь, в каком вот эти вот оси как соотносятся с поляризацией, с вольного вектором? А то есть X и Z может что угодно обозначить. Да, значит, если я правильно помню, вектор E направлен в долю оси X, и он имеет линейную поляризацию, ну, то есть волна имеет линейную поляризацию, вектор H направлен в долю оси, которая смотрит на нас. А направление распространения в долю оси Z. Это репетивистское? Да, это репетивистское. Однако, вообще говоря, эта траектория построена для некоего специфического случая начальных условий, но если они произвольные, то будет наблюдаться также смещение частицы в направлении распространения волны вот этой формулы в рамочке, и скорость эта зависит от начальной фазы, то есть начального момента времени. Ну, вообще говоря, такая же ситуация наблюдается и просто в решении задачи о движении электрона в осценирующем метрическом поле без всяких слов, в зависимости от соотношения между начальной скоростью и начальной фазой возможен также дрейф. В случае альвеновских волны дрейф также возможен, но фактически формула справа это модификация общего соотношения применительных случаев альвеновских волны. вот таким образом есть пять эффектов это вот четыре сила, о которых я рассказал, и вот дрейф. В зависимости от того, какая ставится задача, какие там характерные пространственные, временные масштабы, необходимо учитывать в те или иные составляющие всех этих сил и эффектов. Далее я хотел бы сказать несколько слов о методах описания, ну и фактически о том, как вводят фотонтерматорные силы. Об этом следовало сказать самоначально, но я просто исследую логику статьи. Первый способ это так называемый феноменологический способ, он основан на уравнениях Максвелла, из них можно вывести без всяких приближений так называемых тензорнатяжений. Ну и в частности, если это поделать, то как раз оттуда и возникает сила абрагам. Об этом рассказывали после этой динамики. Следующий способ, который применяется гораздо чаще, это так называемый одночастичный метод. Для него, значит, когда мы его используем, мы записываем в уравнении движения отдельные частицы, ну то есть второй закон Ньютона. и в результате находим радиус-вектор ее в поле сил и усредняя этот радиус-вектор по большим временам в масштабной задаче, мы получаем выражение для пандерматурной силы, общее выражение. Другой способ, третий, основан на использовании уравнения гидродинамики, записывается в системных уравнений, то есть это непрерывности и эйвера. И что интересно, вот последние способы используются наиболее часто, я хотел бы сказать о некой разнице между ними. Дело в том, что если столкновений нет, то выражения для сил, которые получаются из последних способов, они, по большому счету, совпадают. однако, есть столкновения, то выражения не совпадают. И в этом есть некий интересный момент. Дело в том, что когда происходит усреднение в рамках одночастичного подхода, усреднение идет вдоль траектории частиц отдельно. А в рамках гидродинамики усреднение идет в заданные точки пространства, то есть там, где найден поле скоростей, условно говоря. И вообще говоря, при таких усреднениях находятся некие скорости, которые не совпадают, средней скорости. В одном случае это средняя скорость частицы, а в другом случае это средняя скорость потока. И они не совпадают, если есть некие малые колебания, малые пактуации. Поэтому, когда нужно искать какую-то конденнаторную силу, нужно четко понимать, какой поток имеется в виду. Какая скорость и, соответственно, какой поток. Далее я собираюсь рассказать о двух примерах использования пандерматорного описания применительно в магнитосфере Земли. Так, но я думаю, что многие, хотя, уже знают про магнитосферу. Наш поток частиц солнечного ветра налетает с левой стороны со скоростью примерно 500 км в секунду. Далее имеется так называемая магнитопауза темно-фиолетовая, за которую солнечный ветер практически не проникает вследствие того, что частицы закручиваются магнитопаузами Земли. И есть так называемая область, где образуется ударная волна, левой шок, они мы тоже поговорим в головах. Значит, первый эффект связан с проникновением плазмы за магнитопаузу. Имеется в виду плазма солнечного ветра. Давайте вернемся к картинке для начала. Имеется в виду что? Что вот налетает поток частиц со стороны Солнца, и, казалось бы, они все должны захватываться в области магнитопаузы линии индукции поля Земли. Однако часть из них оказывается во внутренней магнитосфере. И для того, чтобы это объяснить, была предложена модель, когда используется сила Барлоу, столкновительная сила. Значит, на рисунке изображен вектор поля B, это геомагнитное поле. частицы налетают вообще говоря сверху, но вследствие закручивания они имеют также поперечную компоненту скорости. Ежели рассмотреть, например, магнитно-свуковую волну, которая распространяется по поверхности, то да, по поверхности в сторону перпендикулярной чертежу, то возникнет составляющая силы Барлоу, которая будет направлена с этим вектором К, и в случае перпендикулярного распространения практически эта сила будет просто перпендикулярно магнитного магнитного поля. И комбинация вот этих сил магнитного поля вызывает дрейф, скорость его определяется соотношением справа, и применительно к магнитно-выковой волне можно оценить скорость этого дрейфа, и таким образом оказывается, что примерно с такой скоростью ионы возможно проносятся внутрь магнитосферы. Следующий пример, о котором можно рассказать, это замедление солнечного метра. Так, нужно пояснить в какой области. Вот этот фронт ударной волны и заряженные частицы, которые идут со стороны Солнца, они могут от него отражаться. И вот именно фактически в этой области происходит замедление, которое можно согласно авторам обзора объяснить с помощью силы Абрагама. Замедление составляет 10 км в секунду при самой скорости примерно 500 км в секунду, но это только в этой рассматриваемой области. Авторами была предложена следующая модель, связанная с некой неустойчивостью и усилением вовл. Дело в том, что поток плазма, который идет от Солнца в виде заряженных частиц солнечного ветра, он имеет некие малые фруктуации, которые слабы на большей дистанции между Солнцем и Землей, но они усиливаются в области отражения частиц в следствии неких процессов. И вследствие усиления возбуждается магнитно-звуковая волна быстрая, которая распространяется вдоль фактически вдоль линии, соединяющей Солнце и Землю. А по существу она распространяется вдоль так называемого межпланетного магнитного поля. Вследствие усиления появляется производное по времени и авторы этого обзора считают, что это приводит к существенному влиянию силы Абрагама, которая обычно очень сложно обнаружить на опте. И с помощью этой силы они объясняют замедление потока плазма в этой области. И их оценки даже согласуются с экспериментальными спутниками данными. Они получили оценку примерно 9 в секунду, а реальная величина 10. Вот так. По этому поводу возникает вот какой вопрос. Ведь ваш поперечный в квадрате не может постоянно монотонно расти с тех пор как появилась планета Земля и Солнце столько времени прошло до бешеной величины вырос. Значит когда-то это производное положительно когда-то отрицательно. Должно быть как видимо плюс так и минус эти 10 км в секунду или наблюдают только плюс или только минус то есть наблюдают колебания или монотонные изменения скорости это одна из версий очень много я понимаю что версий много если говорить про наблюдение то наблюдают только плюс или только минус или колебания насколько я знаю наблюдают только минус то есть замедление но вопрос еще заключается в том что сама по себе скорость солнечный это очень большая она на порядок даже больше чем на порядок выше этой вот величины замедления и тут наверное все-таки имеет смысл еще обращать внимание на точность измерений то есть я не могу так предназначенно сказать что наблюдается исключительно замедление вернее скажем так замедление наблюдается но я не могу утверждать что оно только оно имеет место быть приятель вы кончили или ну да вот хочешь что-то по этому поводу прокомментировать раз уж что началось с места я как-то с места начал что-то говорить но для меня есть сила программа к этим условиям большая экзотика существует масса других способств объяснения кто как устроен поток как правило следуется стационарный поток и стационарное замедление здесь же конечно полагается что есть ДПДТ частная производная тем более написано что она как-то там существует хотя в целом всегда рассматривают стационарные задачи где в общем ДПДТ как частные производства вообще отсутствуют и там ищется профиль скорости в качестве заметения присутствуют разные партии но в силу программы я чертаю уже в первый раз спасибо я хотел себе еще несколько слов позволить по этому поводу значит первое это вот то что здесь прозвучало про дрейф Евгений как я сконцентрировал ваше внимание на том что дрейфы эти могут быть разного типа в том числе и линейные по амплитуде если частица рождается в какой-то фазе поля то у нее кроме асценаторного монохроматического поля то у нее кроме асценаторного движения может появиться и направленное движение я не знаю тут пишет ледь из этих штук скажем это стандартная асценаторная составляющая но если все произошло в тот момент времени когда частица родилась когда вот эта фаза курс космос в этот момент был отлично отбирает а часть родилась с нулевой скоростью то вы должны будете вычесть еще такую составляющую достаточно простая штука отбирает отбирает то что мы пишем или может заменить маркер надо спрашивать аудиторию я вижу это должно быть положено раз это не элицетический эффект появление такой дрифовый составляющей когда в сильных полях например происходит ионизация среды ионизация газа того же самого воздуха то это один из основных в достаточно сильных это один из основных механизмов потери энергии потому что не только на рождение частиц нужна энергия но и на придание этой дрифовой скорость это не силы это появление постоянной составляющей скорости и частицы рождаются в рuanах фазах то у них на самом деле в разной 這樣 это будет направлена постоянной стоял древние составляющий скорость ну и это в каком-то смысле навык теплового движения, поскольку потом сталкивались между собой, перемешиваясь, они хаотизируются по направлениям тоже. Эта скорость всегда им видна, в неэлектрическом случае направление вдоль электрического поля. Ну а если говорить про релятивистскую задачу, когда поля стали еще более сильными, кто-то может это хорошо знает, кто этим не занимался, может не знать, там есть одна особенность. Эта особенность связана с тем, что в учебнике Ландау то решение, которое написано для монохроматической волны, движение в монохроматической волне, связанное с этой восьмеркой, очень легко догадаться, что эти движения справедливы только для одной вполне определенной системы отсчета. Если вы перейдете в другую систему отсчета, то вместо восьмерки замкнутой у вас может получиться еще движение вдоль скорости вашей системы отсчета. И это означает, вообще говоря, что в какой системе отсчет вы работаете, это еще вопрос, зависит от начальных условий. И если вы будете рассматривать, например, задачу, когда электрон был неподвижен, а потом прибежала сюда монохроматическая волна, лазерный импульс тот же самый, то окажется, что в лабораторной системе отсчета, где электрон был неподвижен, он уже по восьмерке двигается совершенно. У него будет большая постоянная составляющая скорости вдоль к-волны. Вот такой вклад, его можно найти просто решая задачу по движению электронов в произвольно бегущей электромагнитной волне. Эта задача до конца решается, потому что там существуют интегралы, не из-за того, что, как Ландау написал, решение для монохроматической волны, произвольной волны, либо волна была стационарно бегущей, то есть имела постоянную скорость, в том числе и не обязательно со скоростью свету. Волна может бежать и с другой скоростью, если это все в среде происходит, но задача решается, может, ради любопытства попробовать чуть-чуть повозиться, не она очень просто решается, интеграл находится. Если не интересоваться, как именно в пространстве двигается, а просто сказать, чему равна скорость частицы в тот момент времени, когда в ее месте поле имеет вполне определенную величину, вот на этот вопрос ответ находится совершенно элементарно, и там, в релизийском случае, будет очень большая составляющая только у частицы, которая вначале была неподвижна. Причем, если говорить про энергию, которая набирает частицы в такой волне, то формула окажется почти не релятивистская. Будет отличаться от той, которая есть при слабых полях только численным коэффициентом. Она будет пропорциональна не квадратной энергии, амблитуде волны. Несмотря на то, что вроде бы в релятивистском движении есть увеличение релятивистской массы. Но вся эта энергия будет в основном состоять не из поперечного движения, а она будет заключена в прозорном движении. Как это связано с пролетами и за поясными частицами? Трудно сказать, что здесь есть. У меня волна монохроматическая, вот уже прибежала. То есть, импульс бежит вот такой. У нее передний фронт, здесь высокочастотное заполнение. Насколько адиабатически медленно включается поле или нет, совершенно неважно, потому что интегралы говорят только о связи скорости частицы или импульса частицы с мгновенным значением поля. В этом смысле, не адиабатические интегралы, а абсолютно точные интегралы. Вот если у меня такая волна набегает, то у частицы есть, конечно, поперечные движения, но вместо вот этой вот восьмерки движение будет выглядеть фактически вот таким вот образом. Та частица, которая была вначале неподвижна, полетит вот таким вот образом и продольный импульс у нее будет намного-намного больше поперечного, если поле или цивилизки сильно. Ну и еще я хотел пару слов сказать про те различия, которые здесь Евгений упомянул, о величине пандерматорной силы или о том, какое движение среди пандерматорной силы произведет. Здесь не все очевидно и просто и одинаково, как в классическом случае, который обычно приводится в книжках. В классическом случае, когда рассматривается либо движение одной частицы, либо проводится гидродинамический подход в бестолкновительной и однородной исходной плазме, вы получите одно и то же выражение для силы Миллера, то есть какой поток частиц средний она может высказать. Но если вы будете рассматривать на самом деле столкновительную задачу и позволите плазме быть неоднородной исходно, это более реалистическая задача, чем однородная плазма, в лаборатории у любой плазмы есть границы всегда, да и у космической плазмы они тоже есть на самом деле, хотя и там размеры намного больше, то вы увидите, что гидродинамический подход и подход отдельной частицы будут начнут вам давать разные результаты. Причем гидродинамических подходов можно написать два, можно написать уравнение относительно скорости частицы, а можно написать относительно потоков и усреднять разные уравнения. Тогда у вас получится третье выражение для силы, которое отличается от первых двух. И это связано с тем, что само понятие силы пандерматорной, оно не совсем четко определено. Точно так же как, если вас интересует, чаще всего в приложениях интересует поток частиц, которые вызывают эту пандерматорную силу. Может быть ситуация такая, что частицы на самом деле никуда не двигаются, при этом поток есть. Простящий вариант, когда у вас есть ограниченная плазма и движение частиц, связанных с вращением. Частицы сами только вращаются с небольшим радиусом и никуда не двигаются, но вдоль границы у вас возникает поток. Вот неоднородная плазма и оказывается, что движение частиц и поток это не совсем одно и то же. Но картина еще более хитрая. Потому что поток и гидродинамическая скорость это тоже не одно и то же. Поток складывается из двух вещей средних. Средняя концентрация на среднюю скорость, гидродинамическую скорость. Но кроме этого, есть еще вот такое слагаемое. Дельта N на дельта V средняя. Дельта N флюктуционная концентрация, а дельта V флюктуционная скорость. Если они оказываются в фазе, а в стопновительной плазме это возможно, то эта штука отлична от нуля. Но правда для того, чтобы дельта N было равно, было отлично от нуля, вам нужна неоднородная плазма. Потому что в однородной плазме дивергенции D 0, эпсилон константа однородной, поэтому вымещение концентрации, ну по крайней мере в электромагнитной волне, тоже отсутствует. Но как только плазма стала неоднородной, появился вот этот вот слагаемый и в результате поток не определяется средней скоростью. Вот такие вещи надо помнить в времена, когда сталкиваешься не с такой классической ситуацией, а немножко с более реалистической. Нет, однородная плазма и наличие столкновений. Вот на этом я кончу. Если есть какие-то вопросы, я готов попробовать ответить. Нет, вообще говоря, скорость, поток и движение одной частицы, это не совсем одно и то же. Когда мы говорим про пандерматурную силу, Это только квадратичная величина потока. Он квадратичный, да, в принципе. Неоднозначное его определение. И поток однозначный, но он не определяется просто скорость. То есть, я пишу, говорю про пандерматурную силу, как про то, что вызывает среднюю скорость, то это так же. Средний поток, это другое. Обвижение отдельной частицы, это еще третье. Так же, как все равно, да, у нас уже немножко обраку целую дискуссию, да. И вот, как же ее... Неизвестно. Неизвестно. Мне говорили, что будет филоменитация. Разные слова есть филоменитация и еще вопрос. Не знаю, может быть. Я хочу рассказать вам про две статьи, которые описывают эффекты взаимодействия плазмы с лазерным импульсом. Ну, на примере статьи 2009 года, начнем с нее. Значит, в настоящее время значительный интерес представляют ускорение электронов в плазме келеваторной волной лазерного импульса. Однако, в плазме импульс дефрагирует, что существенно ограничивает длину взаимодействия волны с электронами. Тем не менее, в статье было показано, что эффект самофокусировки может значительно увеличить дальность распространения импульса. Лазерный импульс изменяет поперечное распределение концентрации электронов, благодаря чему возможно самоканалирование, если параметры импульса оптимальны. На рисунке показана схема эксперимента. В качестве источника плазмы было использовано сопло, струя гелия. На струю посылали импульс на качке и измеряли его параметры на выходе. На графике представлены зависимости размеров пятна импульса на выходе в зависимости от отношения мощности импульса к критической мощности, при которой наблюдается самоканализировка. На рисунке видно, что при значении этого отношения равновединицы ширина пятна импульса становится меньше или сравнимой с разрешающей способностью данной системы. Это показано пунктирной линией. На следующем рисунке приведены результаты эксперимента для разных концентраций плазмы по изменению пятна импульса на выходе. На рисунке А изображено пятно на входе, на рисунке Б изображено пятно импульса через 5 мм после его распространения, и все это в вакууме. Рисунки С и С, Д, Е и Ф показывают форму импульса также через 5 мм после его распространения при различных концентрациях плазмы. 4, 6, 7 и 8 на 10-18 и обратных кубических сантиметров. Это плазма, которая существовала до того, как был послан импульс, или это плазма, которая прямо самим импульсом и создаётся? До того, как. Какая разница, революционный силен? Я не знаю, можно заранее создать, а можно пустить в газ, а он и низ. А на передней фронте всё и низуется. А я спрашиваю просто, была создана плазма заранее или нет? Тут была газовая струя, как-то. Да, газовая струя в ней создала сплава. У нас создавался не импульс? Нет. Нет. Это тысячи раз будет. Значит, на рисунке Е показана форма импульса, соответствующая концентрации 7 на 10-18, при том, что видно, что импульс не дефрагировал. На рисунках G и H показаны результаты численного моделирования ситуации с концентрацией, соответствующей случаю Е, и видно, что результат численного моделирования соответствует результатам эксперимента. На следующем рисунке слева показаны измеренные спектры импульса для различных концентраций на выходе. Видно, что импульс, который соответствовал оптимальному значению концентрации, он соответствовал предыдущей картинке, в случае Е. Видно, что все его спектральные компоненты имеют знаковую ширину. При увеличении концентрации выше оптимальной, видно, что у нас происходит дефрагирование красной компоненты. При уменьшении концентрации ниже оптимальной у нас дефрагируют синие компоненты. На следующем рисунке у нас желтым изображена область, в которой ожидается наблюдение самоканалирования по теоретическим данным, полученном в статье. При этом красной линией изображено ограничение на максимальную длину самоканалирования, и вертикальная линия изображает ограничение на минимальную концентрацию. Чем меньше концентрация, тем на большую дистанцию можно его запустить. А нет тут такого предела, что если концентрация стремится к нулю, то он на бескорейшей силу будет распространяться, нить фрагирования. А тогда, может, и звезда не нужна? Нет, они стреляют в разные струи, расширяясь, и они в разные положения струи стреляют в поперечном направлении. А не важно, здесь картинка приведена так, что чем меньше плотность, тем на большее расстояние можно без расширения этот импульс пропустить. Тут где-то ограничение какое-то есть, или расстояние, дистанция стремится к бесконечности, при концентрации стремясь к нулю. Как это было сделано в эксперименте, это другой вопрос. Есть ли такое утверждение, что при нулевой концентрации он до бесконечности не будет расширяться? Нету. Хорошо. То есть вот эта вот желтая область, это то, что было в эксперименте задействовано. Для меньших концентраций они не осмотрели, например. Или что? Поехали. Значит, следующая статья. Следующая статья... Там длительный симпульс какой-то был? Длительный симпульс в первой работе была 50 фунтов. Слева. Да, в этой работе длительный симпульс будет 30 фунтов. Значит, во второй статье описывается эксперимент, проводимый по измерению возмущений концентрации, возникающих в плазме после того, как через среду прошел импульс. Короткий... Минуточку. Да. Вы собираетесь нам пояснить, а почему, собственно говоря, вот это происходит? Почему он не дифрагирует? Ну, у меня чисто экспериментальная статья была. Нет, я просто... Поэтому так... Я просто спрашиваю, входило ли в ваш... входит ли в ваш цель давать пояснение? Или вы хотели рассказать только в экспериментах? Скорее всего, только ознакомить с экспериментом. Значит, короткий лазерный импульс создает в среде область, в которой отсутствует электрон. Эта область называется пузырьком. В эксперименте также запускалось два длинных по сравнению с импульсом накачки пробных импульса. Один из них запускался до импульса накачки, второй из них параллельно с импульсом накачки. В результате второй пробный импульс изменялся за время пролета с образованием так называемой пули. На рисунке приведены результаты эксперимента для разных концентраций плазмы. Соответственно, случай А соответствует вакууму, случай Б и дальше концентрации 0,4,1,1,2,2,6,3,2. На 10,18 ватных сантиметрах. Что здесь вообще измерения? Сейчас я расскажу. Слева изображен спектр, получаемый спектрометром на основе измеренных двух пробных импульсов. На основе этих измерений можно восстановить поле. Соответственно, средний столбик — это поле, восстановленное по этим изначениям. Третий столбик — это спектр ускоренных электронов. На картинке А изображено, что в вакууме у нас второй пробный импульс ничем не отличается от первого. Это распределение поля в пространстве фактически показывает? Да, фактически да. Поперечные координаты и продонты, да? Да, фактически да. Значит, при увеличении концентрации, в случае B и C, у нас появляется пуля. Она фигурной скобчика изображена. Но в этом случае следует заметить, что ускорение электронов не происходит. И в этой статье впервые было показано, что возможно существование устойчивых пусырьков без ускорения в режиме не ускоренных электронов. При дальнейшем... этот режим называется... ну, будет первым называться. При дальнейшем увеличении концентрации у нас... мы переходим в режим ускоренных электронов. Значит, на следующем рисунке изображено... на верхнем ряду изображено распределение электронов в пространстве, которые показывают формирование пузырька. На нижнем ряду это восстановленное поле, компоненты. Все это было проведено в результате численного моделирования для концентрации 9,3 на 10,18 обратных сантиметров в публических. Значит, по результатам численного эксперимента в статье были сделаны следующие выводы. Значит, пули формируются до того, как электроны инжектируются в пузырёк. Пуля также запоминает форму пузырька сразу же после того, как пузырёк образовался. И передний фронт пузыря мало чувствителен к изменению взаимодействия лазерного импульса с плазмой. Следующее. Все, что можно сказать по этим теоретическим, ну, спринтам и статьям. Вот здесь у вас на верхнем ряду рисунков более глубокий фиолетовый или синий цвет. Нет, это место отсутствия электронов фактически, или синий цвет. Да, да, именно так. А красный, вот они там появились. Вопрос, если есть. Хотя, по ходу, это дело было. Я не знаю, как здесь было запланировано. Я знаю, что вроде нескольких человек было запланировано с выступлением про пламентацию. Нет, у нас есть еще один человек. Ряд моих вопросов был связан с тем, что я слышал, что в эксперименте сумели достигнуть уже не только вот миллиметров, которые здесь были показаны, а километров. А правда, при этом... Другой совсем режим. Другой режим, там не создавалась плазма заранее. Это в режиме, в режиме терминутации, а это в режиме терминутации. Кого? Вот ускорение электронов, это да. А первое, про что говорилось? Там говорилось, что импульс не дифрагирует. По крайней мере, я точно точно говорил, про отсутствие дифракции импульса. В режиме терминутации тоже не видно было. И в режиме терминутации явились релятивистская или керовская, как в этом, при филаментации. Как бы тебе сказать, керовская или релятивистская, это чисто теоретическая штука. Здесь шла речь, тут эксперимент, что-то, я так понял, по крайней мере, может я неправильно вас понял, что основное ваше утверждение по первой работе было, что они достигли, наблюдали несколько миллиметров дистанцию, на которой не было дифракции вазерного импульса. В режиме терминутации? Да. Называй как угодно. Релятивистка. Называй как угодно. Я спрашиваю, правильно ли я понял, что об этом шла речь, что-то отсутствие дифракции. Планируется, что кто-то будет ещё объяснения какие-то давать, да, по этому поводу? По самоканнолированию и филаментации с лазерами у нас ещё один доклад есть. Но, честно говоря, не выникал, что, по-моему, он не будет. Хорошо. А он сегодня же планировался? Нет, он есть. Мы его сейчас заслушаем. Какая-то филаментация. А тут пока у нас всё печатано. Вот всё. А, всё. А, всё, да. Слёмся, парка. Котажку надо. Ближе к тебе. Ближе к нижней камере. Ближе к тебе. Продолжение следует... 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 Так что распространение импульса... Продолжение следует... 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 Дополнены симуляции, где для похожей системы следовалось. Длина форм формирующегося канала в зависимости от мощности лазерного импульса, а также концентрации плазма, в которой он запускался. Здесь на картинках отображено распределение электронной плотности в канале, и данные на симуляции были по данному симуляции. Симуляция была определена зависимость длины канала от амплитуды импульса и концентрации. А также эта величина была оценена теоретически из соображений, что вся энергия импульса передается электронам в канале. Соответственно, получается прямая пропорциональность и обратная для концентрации. Также можно заметить, что данная оценка значительно значительно превышает получаемую из бурильной модели. В последней не учитывается реликтивно индукцированная прозрачность. С первой работой всё. Вторая работа выполнена командой китайских учёных. Точно так же содержала экспериментальную часть и численный эксперимент. Но в эксперименте использовалась плазма с концентрацией значительно ниже критической. В качестве мишени использовалась сферозвуковая струя гелия. Допускаем без сопла. При постановке эксперимента часть лазерного импульса отделялась. и сгенерированная вторая гармоника запускалась перпендикулярно направлению основного импульса для получения теневого изображения канала. Здесь показаны характерные изображения, которые были получены на верхней паре рисунков. Видно, что импульс распространяется с самовокусировкой. Вторая пара отвечает более высокой концентрацией газа. И здесь… Обращается внимание на… Пузырек, образующийся в месте, где канал разделяется на волокна, которая расходится под большими углами. И… Вот это изображение… Пузырька интерпретируется как… Солитон, с которой, возникая… Забирает у импульса… Значительную… Долю энергии… После… Чего… Мощный симпульс не… хватает, чтобы поддерживать само фокусирующиеся в распространении с помощью релитических эффектов. Как замечают авторы, селитоны наблюдаются. В данном случае это... Ничего не поделаешь? Ничего не поделаешь? Считать и опыта? Считать нельзя, да? Ну, здесь штука не в этом. Почему считать нельзя? Что я это понимаю? Я понимаю, когда считаешь, и получается плохо. Почему нельзя считать, я не понимаю. Долго. 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 Замечаете, что... Причем, берите в виду, что там... У них именно столько частиц, сколько в реальной плазме, что ли? В расчетах. Нет, меньше, но тут раз больше. Долго. Тем меньше, чем в трассе, тем дольше надо ждать, что у вас там в видео слышно. Ну, собственно, это... Все об этом... Я об этом собирался сказать. Как пишут авторы в такой... В разреженной плазме целитонов до этого никто не наблюдал, что, по-видимому, объясняется тем, что... в приборе низкой... в плазменной частоте... поскольку условием... поскольку условием образования целитона является совпадение... частоты электромагнитного поля с локальной плазменной... плазменной... частотой... импульса... требуется... гораздо больше... времени, чтобы... частота импульса... снизилась за счет... взаимодействия... с плазменной волной... либо за счет... вынужденного... вынужденного рамом скоросеяния... вот и... чтобы... подробнее исследовать эту ситуацию... подробнее исследовать эту ситуацию... приведена... серия... в численных... численных... экспериментов... здесь на... картинках... видно, что... что если для... для относительно... плотной... плазмы... в некоторой... точке образуется... селитон... то... в... случае... в... разреженной... плазмы... в том же месте... ничего не... не... наблюдается... а... 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 Для более длинных импульсов, а также не учитывающий вынужденное комбинационное рассеяние. Ну и видно, что в области малых концентраций наблюдаются существенные отличия. Последний слайд, чтобы еще подробнее исследовать процесс, вынижение частоты импульса, был построен частотный спектр, для импульса, прошедшего через слои с разной толщиной. Ну и видно, что если в густой плазме быстро образуется пик соответствующий, в половинной частоте, то в разрезном случае низкие частоты импульса. Низкие частоты. Генерируется... Генерируется... существенно более медленно, что авторы считают... свидетельством, что... Штурамоновская Россия не играет важную роль в образовании целитона. Снова. И все. Спасибо. Спасибо. У нас считается счетная программа сегодня или как? Да. Да, я думаю, да. Артем, ты поскольку с счетом сталкиваешься, ты можешь сказать, о каких временных счетах идет речь при различных концертах? Ну, это зависит от того, как человек смотрится, но... Ну, то есть, например, просто какой бы типичный установка эксперимента с длинной мощью с импульсом плазмой и сколько это в реально физическое время считается? Если у вас ориентированы на те карстинки, которые они приводят, то я думаю, что механизм расчета занимает размерами концентрации порядка 0,1-0,0,5, занимает, наверное, около нескольких дней. На суперкомпьютере с расправлеливанием на 628-1056. Ага. И про понижение концентрации, там, времена, на которые надо моделировать или на которые надо моделировать, они просто как? То есть это что-то более длинейное или нет? Ну, там может быть, в смысле, линейное, квадратное, зависит от... Ну, в некоторых случаях корень из концентрации. Ну, это, в общем, зависит от задачи, опять же. Здесь я не люблю рисковать. Ну, не хватать вот L-D, вот эта вот длина депрешина, она растет как концентрация. То есть Омега. Омега вкладывается. Соответственно, два раза не держаешь концентрацию, два раза надо повышать время. Но там есть еще другие моменты, что у тебя, когда ты нижаешь концентрацию, у тебя увеличивается плазменная частота, ну, увеличивается длина плазменной волны. И тебе надо еще область больше понять, потому что обычно берут бегущее окно, какую-то область вырезают и бегут в ее окно. И чем у тебя ниже частота, тем, в общем-то, тебе и окно увеличится. Тем больше окно увеличится. Зачастую. То есть мы и считаем на дольше, и больше на. Да. И в итоге у тебя, получается, растет не в два раза, а в восемь раз. Таким, в шестнадцать. Постяк, в трехмерный расчет. Проравляющий в том, что здесь нельзя двумерность свести, потому что фокусировка совсем по-тругому. Двумерность и трехмерность отличаются принципиально. Если мы исчерпались, я позволил бы себе несколько, может быть, общих вопросов к аудитории и, может быть, общих комментариев. Я не совсем понял, вот когда вам распределяют темы, эти темы распределяются как-то в соответствии с вашими индивидуальными интересами и направлениями работы. Нет. Скажем, люди имеют право вызываться на тему ату или иную, но количество тем, которые в разной тематике относятся, оно совершенно ничего общего не имеет с распределением, кто чем здесь занимается. То есть, скажем, у нас много гидродинамик осталось, а тем по гидродинамике у нас не будет. Понятно. Это означает, конечно, вам труднее намного работать в этой тематике, когда она не относится к вашей работе. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы люди в той или в другой степени попробовали бы свое отношение и свое мнение тоже высказывать. То ли вы стесняетесь его высказывать, что оно у вас есть, то ли его вообще и нет. А вы просто прочитали и передали, что было написано в этих статьях. Такая штука тоже полезна. Но если бы у вас еще и ваше мнение, собственно, высказывалось бы, было бы и еще полезнее. Все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok